Елена Киселёва. История. Карманники из Средней Азии. Я человек, живший в Советском Союзе и раньше часто ездил в Среднюю Азию по бесплатной путёвке, представляемой профсоюзом. Нас, туристов, и экскурсовод предупреждал, чтобы смотрели за своими сумками и карманами, так как местные воры могут легко обокрасть, и даже можно не заметить, как приезжие останутся без денег. В Средней Азии я тщательно следила, чтобы вор не смог залезть ко мне в сумку или в карман, но у себя в Татарстане азиаты меня всё-таки смогли обокрасть. Пять лет назад я ехала в автобусе после работы. В сумке у меня лежал кошелёк с полученной зарплатой. Народа было мало. Я только что вошла, и вдруг пять человек из Средней Азии попросили шофёра азиата, чтобы он остановил, немного отъехав от остановки. Эти мужики, выходя, стали меня толкать. Потом я села на свободное место и доехала до нужной остановки. Выйдя из автобуса, я вошёл в магазин, чтобы купить продукты, но кошелька в сумке не оказалось. С тех пор к азиатам я отношусь с опасением, поняв, что в Россию карманьки из Средней Азии приезжают для того, чтобы обокрасть, а не для того, чтобы работать на стройке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова